Сегодня, 4 августа, в поселке Шахты-6-7 состоялся сход мирных граждан при участии аппарата администрации Горловки. Жители поселка делились наболевшими проблемами, среди которых проблемы с общественным транспортом, отсутствие воды, аптек и постовых патрулей. Иван Приходько совместно с представителями различных служб Горловки дал развернутые ответы собравшимся гражданам. «Автобус у 17 маршрута, когда я приезжал сюда, в течение недели мы автобус до школы продляем. Это вопрос совершенно». «Сейчас меня волнует самая основная проблема – это вода. Пытались там войти в график по воде, не очень получается, я так насколько понимаю, потому что неделю опять не было, потом позавчера была там ночью. «Те порывы, которые здесь связаны с ведением боевых действий, мы позавчера, или позапозавчера, все совещания с СЦКК провели и с ОБСК, они заявку и включили. Просто я сразу не понял, о чем идет речь. На следующей неделе мы ожидаем подтверждения, получения разрешения на проведение работы. По материалам проблем нет по работе по восстановлению. Как только мы получаем разрешение, начинаем производить работы и здесь, и на Зайцево. У нас два вот этих проблем нет». «Значит, на данном этапе медицинскую помощь вы получаете в амбулатории номер 9, Центра первичной медико-санитарной помощи номер 2. В этом же Центре активными темпами ведется открытие аптечного пункта. Нужно соблюсти определенные документальные трудности. «Значит, аптечный пункт здесь открывать мы будем, так же, как и на Зайцево. Участковый будет. Мы запланировали и патрулирование поселка». В ДНР введена обязательная регистрация транспортных средств. Транспортные средства, прошедшие обязательную регистрацию в подразделениях МРЭО, ГАИ и МВД ДНР, должны эксплуатироваться на территории ДНР с регистрационными документами и номерными знаками образца ДНР. Регистрационные документы и номерные знаки транспортного средства, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются. В ДНР введена обязательная регистрация транспортных средств. На данный момент регистрация транспортных средств осуществляется по отчетным годам и по нечетным годам. По отчетным годам до конца 2016 года, по нечетным годам до конца 2017 года. Скажите, какие документы необходимы для того, чтобы пройти регистрацию? При обязательной регистрации транспортных средств физические лица проводятся на основании заявления лица, которые подаются лично, документы удостоверяющей личности, паспорта, идентификационного кода, регистрационного документа на транспортное средство и самого транспортного средства. Для юридических лиц осуществляется при наличии реквизитов предприятия, документов, подтверждающих местонахождение на территории ДНР, а также регистрационных документов на транспортное средство и самого транспортного средства. Также я хочу добавить, что для юридических лиц любой формы собственности, здравственного на территории ДНР, обязательно регистрация транспортного средства определится до 31.12.2016 года. Власти ДНР провели индексацию пенсии граждан государства. Размер выплат с августа 2016 года увеличен на 10%. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики страны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...